Всем привет, ребят! Сегодня у нас жарко, тепло, но ветрено. Сегодня я решила вот так вот по-спортивному пройтись. Вот. Такое ощущение, что на 10 каких-то разных сирен звучит тревог. Да, две. Ну, одна в одной стороне, другая в другой стороне. Ребята, вернулась уже домой. Пью капучино из домашнего автомата. Ну, в смысле, из кофемашины, которая, правда, у нас поломалась. И теперь нужно ее выбрасывать. Но благо, что мы ее не покупали, просто она нам чудом досталась. Не будем углубляться в нюансы, подробности. Ну, в общем, ребят, я вспомнила, что в Германии, когда ходила я по магазинам электроники, там был огромный выбор любых товаров и вот этих вот кофемашин. Я так хотела ее купить. Ну, просто когда ты живешь в лагере, там, в принципе, нельзя электро... Электро... что-то там, электро... Всякие приспособления, да, использовать. Хотя там все использовали, в принципе, без проблем. Но непонятно, да, что с ней делать. Ты же не будешь... Возможно, тебе придется куда-то переехать, да, в какой-то другой лагерь. Либо же в квартиру, либо же ты будешь возвращаться в Украину. И таскать вот эту вот машину тоже было как-то не очень актуально. Но я, честно говоря, очень хотела. Очень хотела. Меня просто отговорили, что это какие-то забаганки, да. Поняли, да, что это не такая нужная вещь, которую нужно покупать. Но я просто обожаю капучино. И очень хотелось эту машину, потому что она стоила недорого. Либо же у нас она стоила дороже. Я не понимаю. Просто там, вот тут, когда я смотрела такую машину, я и тут смотрела такую машину, и она стоила, помню, 3 500 гривен тысяч. 3 500 гривен. Но это было давно. И тогда это были баснословные деньги. То есть покупать точно за такую цену нет. Но в Германии она стоила, по-моему, 35 евро. То есть сколько это на наше, я не посчитаю. Ну, короче, ребят, посчитайте сами. Полторы-две я плохо считаю вообще. Надо было заранее посчитать. Но это так спонтанный такой разговор. Спонтанное событие. То, что эту машину придется выкидывать, нашу старую. Вот. И за 35 евро, мне показалось тогда, это не очень дорого. И можно ее купить. Понятное дело, что к ней покупаешь каждый раз капсуль на эту машину. Мне нравится Nescafe, вот этот Dolce Gusta. Капсульная машина. К ней нужно покупать вот эти капсулы, которые тоже очень дорого стоят. Большая пачка, по-моему, 12 евро была. Маленькая 5 евро. Но это тоже дорого. Вот. В общем, я решила не брать. Хотя я очень-очень хотела, ребят. И сейчас думаю, если бы я взяла, уже была эта машина, понимаете. Можно было заменить. Но просто я знала, что у нас тут как бы есть. Что она немножечко не очень хорошо работает. Но она работала. Вот. Сейчас уже совсем, конечно, поломалась. Но тогда я решила не покупать. Хотя очень хотела, ребят. Как вы думаете, нужно было покупать или нет? Не знаю. Хотела вам немножко поснимать сегодня на улице. Но решила, не стоит. Думаю. Думаю, не стоит. Потому что я зашла в магазин. Просто в магазин. И зашла с телефоном. И девушка-продавщица так на меня посмотрела. Что я подумала, блин. Пипец. Но я не знаю, почему. Я даже ничего не снимала. Просто в руках держала. Представляете? Ну, это, ребят, не паранойя. Потому что можно, конечно, очень много интересных историй придумать. Напридумывать. Да. Что там и там на тебя смотрели. Там за тобой бежали. Но я расскажу лишь то, что действительно происходит. Что действительно... Как люди действительно реагируют. Вот. Единственное, ещё был такой момент. Когда ты ехала в маршрутке с работы. Никакая. Без настроения. Вообще. И девушка... Зашли две девушки. Ну, молоденькие совсем. Подростки. И одна от другой что-то сказала. Это она меня так посмотрела. И потом в конце поездки... Ну, я на это обратила внимание. Ну, не знаю. Всегда обращаю внимание на такие моменты. Вот. И она в конце поездки достает такая телефон. И вот прям как-то вот так вот на меня наводит. И я такая... Ё-моё. Я вот так делась. Не знаю, ребят. Может, это действительно паранойя. Может, человек вообще снимал что-то в окно маршрутки. Ну, не знаю. Мне показалось это достаточно так подозрительно. Вот, ребят. У нас сегодня достаточно тихо. Но сейчас уже летят какие-то кабы в область. Вот. Но постоянная тревога. Тревога постоянная. Тревога постоянная и так. Тревога постоянная у людей. Капец, ребят. Кстати, спасибо вчера за тем, кто был на стриме. Мне очень понравилось. Надеюсь, вам тоже. Вот, кстати, фильм «Дорога» мы смотрели. Это фильм «Постапокалипсис». Да. Старый фильм. Ну, тоже очень, да, неплохой. Мы давно его тоже смотрели. Вот. Ну, я посмотрела просто трейлер и вспомнила, что этот фильм мы точно смотрели. В общем, ребят, сегодня у нас small talk. Разговоры ни о чём. Хотела рассказать вам историю. Вчера, да, я начала про поездку людей в другой город. Ну, не знаю, актуальна она или нет. Нет, просто расскажу за то, что когда я была в Германии, я мониторила, смотрела вот эти все перевозки автобусов, поездов. Постоянно находила очень много предложений Интерсити. Разная стоимость. Ну, понятное дело, в разное время они ездили. Сейчас, ребят, я действительно смотрю, несколько раз смотрела про Интерсити. Я их не нахожу. Расскажите, кто может быть в курсе, потому что, может, это и из-за того, что у нас проблемы с электроэнергией, но реально я как-то не нахожу Интерсити. Он вообще есть? Он вообще ходит? Напишите, пожалуйста, если знаете. Потому что сейчас это актуально, как никогда, а с транспортом вот такая вот фигня, не знаю. Вот. И, в общем, небольшие сложности, которые были в поездке у людей, я вам так немножко расскажу, что им не сделали скидку на детей, у них было два ребёнка, и им сделали минимальную скидку, когда они ехали в другой город, а когда они возвращались, ехали из другого города, то им сказали, им сделали 50% скидку, 50% скидку. Вот. То есть люди не сказали им о той скидке, которую они могли использовать, которую они... Ну, то есть они не сэкономили, а сэкономили, наоборот, те люди недобросовестные, которые вот так вот поступают, потому что сейчас очень сложное время, и люди могли бы сэкономить, да, потому что сейчас в любой момент может потребуется куда-то переехать, снимать себе жильё и оплачивать, ну, покупать себе продукты. Вот так, ребят, и пока они ехали, они себе, конечно, забронировали квартиру, и пока они ехали, оказывается, их квартиру сдали другим людям, наверное, ребят, потому что те предложили больше, вот, и, скорее всего, поэтому квартиру сдали другим людям. А эти люди, которые едут, они должны были остаться просто в городе, в чужом, да, на улице. Вот. Им пришлось снимать другую квартиру, в срочном порядке искать другую квартиру, снимать её в два раза дороже. Представляете, вот поездка, которая должна была подарить хорошие эмоции, как-то расслабиться, да, вот такие вот проблемы, хотя это делают люди такие же, да, которые живут в городах, в том же Харькове, да, ну, грубо говоря, при фронтовом, те же проблемы, тоже эмоциональное состояние, моральное напряжение. Но у них всех интересует только своя какая-то выгода, и на других людей вообще всё равно. Не знаю, почему люди так поступают, ребят, пишите своё мнение в комментариях.